Приветствую вас. Значит, начнем, пожалуй, с того, что, скажем, откровенно не женскими профессиями, достоверностями являются те, где женщин вообще нет. Много ли вы видели женщин-строителей? Много ли вы видели женщин-шахтеров? Ну, вот я, например, лично не видел. Может быть, как бы сейчас они уже есть, но я не видел. Я не видел женщин-строителей, я не видел женщин-шахтеров. То есть, женщина работает в этой организации, в строительной организации, в строительной компании, но в офисе, как бы, вот. Это, ну, немножечко такой, немножечко такой, как бы, ну, другой вариант, другой расклад чуть-чуть. Понимаете, да, о чем идет речь? Значит, вот это, вот это, первое, о чем хотелось бы сказать. Дальше. Если мы говорим о том, как женщине выполнить свою работу максимально по-женски, не теряя, значит, ну, своего женского очарования, да, вот таких вещей, то здесь, я думаю, можно сказать следующее. Во-первых, женщине нужно быть мягкой, чуткой, ориентированной, ориентированной на, значит, ну, на эмоции, на урегулирование конфликта, на комфорт, как бы, ну, сотрудников, да, на комфорт партнеров, тех, с кем она работает, вот. Женщине не пристало руководствоваться вопросом, ну, как в каких-то вопросах своим эго, то есть эго это, ну, как мужчины делают, да, когда подчиняют, значит, какие-то свои действия, да, там, профессиональные действия, да, там, действия, да, действия в коллективе, действия в группе, значит, подчиняют они, мужчины, эти действия своему эго. То есть они это делают для того, чтобы быть, там, например, первыми, они делают это для того, чтобы быть, эээ, например, опять же, лучше всех, да, вот. Такая штука. Женщине не пристало стремиться быть лучше всех. И женщине не пристало стремиться быть первой. Женщине нужно просто стараться выполнять свою работу максимально профессионально, максимально хорошо, да, вот, и, значит, во всех остальных аспектах, кроме профессионального, где требуется принимать решение, значит, оставаться женщиной. То есть не забывать, не забывать, кто она, не забывать, какая она, не забывать, что все-таки она женщина, что решение по другим вопросам, например, там, ну, такие банальные вопросы, как, куда пойдем, там, что будем делать, да, там, что ты будешь, будешь ли ты, там, обедать, например, будешь ли ты, там, сегодня еще что-то делать, вот такие вопросы, такие вопросы решает все-таки мужчина по большому счету. И это нормально, что мы же мужчина такие вопросы решает. То есть женщине, что бы ни происходило, что бы ни случилось, что бы ни было, такие вопросы решать, ну, не пристало. Потому что тогда она теряет для мужчины, да, ну, свою привлекательность мужчине, не хочется, они, там, заботятся, например, ну, и так далее. Но поймите другую, пожалуйста, вещь, что только вам решать, хотите ли вы быть такой женщиной или нет. Ведь есть модель женского поведения, и модель женского поведения, она разная бывает. Бывает модель женского поведения такая, что женщина, вот, сама как мужчина. И она найдет себе мужчину под стать, то есть тот, который, ну, например, там, я не знаю, пойдет за ней, например. Который будет к ней прислушиваться, который будет как-то вот, ну, значит, ну, ведомым. Ведомым. Не ведущим, а ведомым. Вот. И если у вас такая личность, если у вас такой, ну, характер, что вы больше ведущая, чем ведомая, то есть так и возникает вопрос, а стоит ли тогда себя, например, ломать, стоит ли тогда, например, себя там зажимать специально ради этого, да, ради того, чтобы вот не посягать на мужской трон, как вы, как вы говорите, и так далее. То есть вам самой комфортно как? В какой позиции? Вам самой комфортно где? В какой поставке? Вам самой комфортно больше, как бы, в какой интерпретации? Вот исходя из этого, и нужно действовать. Если вы чувствуете, что или знаете, или чувствуете, или вам, ну, например, близки убеждения, что мужчина там должен, ну, женщину, я не знаю, обеспечивать и так далее, да, если вы считаете, что мужчина, ну, должен там для женщины делать вообще все вещи, да, ну, вот, ну, просто вот вообще все он должен делать для женщины. И что женщина это такое вот, как бы, ну, принимающее начало, да, ну, так, соответственно, в этом случае, конечно, вам нужно быть именно той женщиной, какой вы хотите быть. Вот. И если вы считаете, что женщина может легко обойтись без мужской там поддержки, без мужского плеча, например, да, и так далее, то это ваше право. Понимаете? Ваше право так думать. Мужского трона, мужского трона, нет. При сильных профессиях, значит, на режиме, руководящей должности, нету этого разделения вообще между мужчиной и женщиной. Почему? Почему нет разделения, да, вот, как бы, из-за чего его нет, по какой причине его нет. А его нет на самом деле по очень простой причине, потому что работу, все работы делают одинаково. И мужчины, и женщины, и женщины, и женщины все работают одинаково. Свою. Если они профессионалы. Но женщина это может делать в присущей только ей грабцей и, значит, мягкостью, да, а мужчина может это делать в присущей только ему, там, например, строгостью, да, там, чем еще, лидерством, да, там, жесткостью и так далее. Вот мужчина кто? Мужчина завоеватель, покоритель, а женщина кто? Знаете, какая штука? Вот об этом и не нужно забывать о том, какие у именно женщины сильные стороны. И вот исходя уже из того, какие у женщины сильные стороны, да, исходя уже из этих моментов, и можно будет как-то вот делать выводы, ну, какие-то выводы делать, может быть, да, вот. Если, ну, понимаете, о чем идет речь, я надеюсь. Вот как бы и... Вот как бы и вся штука, на самом деле. Вот и весь, весь фокус. Знаете, весь фокус, он, как бы, простой достаточно. Знаете. Никакого такого секрета в этой вот грани, как вы, как вы говорите, нет. Абсолютно. Никакого секрета в грани, нет. Есть просто вот... Ну, есть просто женские черты. Есть мужские черты. Вот. И все. По большому счету. Другое дело, что вы сами почему-то задали этот вопрос. Значит, он, он, этот вопрос вас волнует почему-то. И у меня к вам только встречный вопрос. Почему вас это волнует? Вообще. Вот. Почему вас это заволновало? Чем вам это грозит? Ну, например, например, вот чем это вам грозит? Чего вы боитесь? Чего опасаете? Конкретно. Соперничество опасает? Потерять себя? Боитесь. Боитесь потерять себя? Я не думаю. Я не думаю, что потеряете себя. Ну вот. То, что у вас есть потенциал, способность и образование плюс опыт, это замечательно, это великолепно. Все, что вам нужно, это реализовать его, как женщина, истинная женщина. Мягкая, ненавязчивая, уступчивая, податливая, но упорная. И четко знающая свои границы. Очаровательная. Весливая. Весливая. Сглаживающая. Углы. Весливая. 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 Поэтому, я думаю, я ответил вам на вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего Самого доброго и удачи